Дальнобойщик и поэт в одном лице, ветеран управления Алмаз-Дор-Транс Александр Кордаков, который большую часть жизни провел в дороге, отметил 70-летний юбилей. По личному признанию, именно дорога вдохновила его на написание стихов. В минуты вдохновения он записывает строки на кусочки бумаги и обрывки газет. А потом рукописные стихи ходили по всей автобазе. Коллеги Александра передавали их из рук в руки. О жизни трудолюбивого и талантливого дальнобойщика расскажет Наталья Беспалова. Он очень любил дорогу. Настолько, что посвятил ей всю жизнь. Ветеран первой Ленской автобазы Александр Васильевич Кордаков проработал здесь 25 лет. До этого еще 20 в пассажирских перевозках. Возил людей в Чернышевский. Нынешняя зима будет первой, когда Александр Васильевич не поедет на зимник. В начале года ушел на пенсию. Ностальгия по прошедшему о работе. Проходит 2-3 дня и дома как-то уже не усвечено. Видимо привычка. Уже это в крови, как у цыган. Зимник это... Ну, сами понимаете. Для нас это жизнь. А вот здесь он во время рейса на север только-только принял снежные ванны. Александр Васильевич так любил. Остановиться и нырнуть в снег. Душа хотела. Не знаю. Ну, вот, бывает, едешь-едешь, но хочется отбазриться или что-то. И как бы вот босичком нырнешь и нормально все освежится дальше. Именно дорога стала его музой. Ей он посвящал стихи. В рейсе писал на бумажных обрывках и кусочках газет. Строки приходили сами. А потом рукописи водителя Кордакова ходили по всей автобазе. Черновики он хранит до сих пор. Хотя дети помогли выпустить собственный сборник. В 1969-м он приехал в Ленск посмотреть на север на три дня. И 45 лет колесил по дорогам в Якутии. Это первое лето без работы он вместе с супругой провел на даче. Как переживет зиму, не знает. И стихи писать вряд ли получится. После ухода из автобазы муза Александра Васильевича больше не посещает. Наталья Беспалова, Виталий Андреев, телеканал Алмазный край.